Итак, добрый вечер, господа, уважаемые трейдеры, начинаем наш вебинар. Сегодня четверг, 8 июня, и вебинар у нас тематический, то есть мы обсуждаем не текущую ситуацию на рынке, а какую-то тему. Сегодня у нас тема ОПЕК, точнее даже нефть. ОПЕК всего лишь повод под тема. Буквально недавно, вы знаете, 25 мая было заседание, и цены упали, в отличие от того заседания, которое было предыдущим, в ноябре, 30 ноября, в этот раз все пошло не так. И мы разберемся, почему все пошло не так. Вначале я предупрежу вас, сначала представлюсь, я Фред, трейдер, управляющий активами, и даже скажу больше, тема касается нефти, и у меня в портфеле, который я все время показывал, доля нефти в прибыли достаточно высокая. То есть я могу сказать, что в какой-то мере нефть через фьючерс, через опционы большей частью кормит меня, поэтому эта тема, в свою очередь, даже родная. Ну и плюс я в семье ученого-нефтяника родился, и с детства видел графики бурения и так далее. Конечно же предупреждение о рисках. А, нет, стоп, я не до конца обоставился. Да, я трейдер, веду тренинги, курсы, вебинары. Ну, те, кто посещает наши вебинары, уже знают. Ну, если есть новички, кто в первый раз, я представлюсь более широко. У нас по вторникам вебинар «Текущая ситуация рынка», мы обсуждаем рынки, и по четвергам у нас, не каждый четверг, а через неделю у нас тематический вебинар. И часто слушатели сами предлагают темы. Ну, эта тема, по-моему, была моя, ее не слушатели предложили, но это и не важно. О рисках предупредить должен вас. Регуляторы требуют, да и Admiral Markets требуют. Вы знаете, что торговля с плечом сопряжена рисками определенными. Вот, почитайте о них. И Admiral Markets – организатор вебинара. Вот их офисы, вот их контакты для связи. Ну, и еще раз скажу, что предлагайте свои темы, если у вас какие-либо есть. Не стесняйтесь, любая тема мне на Skype. Вот здесь Skype у нас, точнее, мой Skype. Пишите. Даже если тема совсем для новичков, ничего страшного. Тут не все у нас трейдеры с многолетним стажем. Или если она, сейчас немножко неправильно писал. Или если она, наоборот, сложная. Ну, ничего, есть трейдеры у нас и не первый год торгующие. Так что разные темы интересны, разные категории трейдеров. Кто-то еще даже не начинал торговать, кто-то уже торгует. И, наконец, да, это все. Я перейду к самому вебинару, точнее, к презентации. Я включу, как обычно, наш, как его даже назвать, программку, что ли, драйвер или что, он долго будет загружаться. Каждый раз я включаю, но он спрашивает еще и еще. Установить плагин. Вот плагин называется. Установим его. Вот так. Сейчас он установится. У меня, наверное, половина компьютера в этих плагинах одинаковых. Вот в этом вот. Не знаю, как избежать этой проблемы, чтобы каждый раз его не устанавливать. И посмотрим, что нам даст. Вот он разрешить просит. Я разрешаю. Окей. Открыть. И... Папам! Появилось. Вы должны видеть вот черный экран. Да? А сейчас я открою презентацию, и вы увидите презентацию. Здесь написано немного статистики и спрос предложения запаса. Видите ли вы это? В чате, да, пишут, что видят. Отлично. Ну, тогда продолжим. Значит, с чего начнем? Факторов, влияющих на нефть, много разных. Большая часть лежит в зоне предложения. Частично это спрос. Ну, и запасы отражают это предложение и этот спрос. Хочу сказать, что спрос не меняется каждый день. Спрос, он не настолько гибкий. Вот если мир потребляет 96, 95, 94 миллиона баррелей в день, то он и будет потреблять от месяца к месяцу. Так сильно перепады не будут случаться. Хотя я читал исследования, что глобальные изменения цены на нефть случались именно тогда, когда менялся прогноз по спросу. Не сам спрос, а прогноз. Но это было давно и неправда. Сейчас у нас с предложением большие проблемы. Даже не проблемы, а фруктуации, изменения. Поэтому есть у меня графики по спросу. Я сегодня копался долго в отчетах ОПЕК. Майский отчет последний у них есть на сайте. Даже графики по спросу вам здесь скопировал, покажу. Но большая часть проблемы или основная ее часть, ну или почти вся проблема лежит в плоскости предложения. Нефть начала падать, потому что предложение на рынке стало расти. Или ожидание этого предложения, не только само предложение, а ожидание предложения. Итак, первый график у нас. Это спрос на нефть в США. Как он изменился? Он упал в США. Смотрите на цифры. Февраль 2016, я убежусь, что все видно. Отлично. Февраль 2016, штаты сумма на потребление было по всем и Клэду, и всем остальным. 19,957. Сейчас, ну не сейчас, в феврале 2017, 19,479. То есть снизилось. Ничего хорошего в плане спроса. Хотя мировой спрос немножечко, немножечко растет. Давайте посмотрим мировой спрос. Я увеличу график. Вот здесь есть разделение по регионам, страны ОССЕДИ, экономического развития, Азии и так далее. Давайте тотал посмотрим. 93,68 это 15-й, первый квартал 94-й. Ну и растут цифры, растут, растут. 96-й. Ну и 16-й ожидается в среднем 95 миллионов баррелей в день. Ну и ожидается, что 16-й, не ожидается, а точно 16-й к 17-й изменились на 1,5%. То есть спрос, дикого какого-то роста спроса нет, за год спрос вырос на 1,5%. Оно и понятно, экономика растет, спрос тоже растет. Давайте посмотрим прогноз на 17-й год. Есть ли ожидание какого-то бешеного роста спроса в 17-м году, прогноза на этот рост. В 16-м, значит, было 95-12, мы это видели из предыдущего графика. Надеюсь, цифры совпадают в предыдущем графике. Да, 95-12, ну где 12, там и 17. И вернемся. Первый квартал выросло, немножко упало, дальше третий квартал был рост существенный. И ожидается, что 17-й год, через третьего квартала еще не было, будет рост существенный. Честный, как ждут этого. Обратите внимание, если второй квартал еще посчитали более-менее цифру, и она все равно упала, то за третий квартал почему-то ожидается бешеный рост. Может, это сезонность какая-то? Давайте посмотрим, в 16-м году в третьем квартале был бешеный рост? Да, был. И вот ожидается, что в 17-м будет то же самое. Ну, во-первых, не факт, а во-вторых, посмотрим, что будет. Это же прогноз, хотя, да, летний, летом спрос на нефть растет и ожидается, что конец года будет 97. В среднем 96.38. По сравнению с 16-м годом, ожидается, что 17-й принесет нам 1,3% прироста. Тоже немного, в прошлом было больше. А теперь давайте посмотрим, что происходит с предложением. Сейчас. Предложение. Нет, почему так. Total опять сюда будем смотреть. Total non-OPEC, non-OPEC supply. Да, здесь не ОПЕКовские страны. Как они вели себя? Росло ли предложение в странах, не входящих в ОПЕК? Потому что ОПЕК-то может повышать свою добычу или понижать, нет, он сейчас понижает. А остальные страны могут компенсировать все это. Итак, в 15-м году non-OPEC страны, не входящие в ОПЕК, добывали 58 миллионов баррелей в день. Дальше эта цифра в 16-м снижалась, 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 снижалась. То есть точно так же, как и страны ОПЕК, добыча падала. И мы видим, что на 1,22% упала добыча в 16-м году. То есть, видите, спрос вырос, добыча упала. Вот вам и ответ на вопрос, почему цены компенсировались. То есть, цены вернулись к уровням 50, да, после 30. Дальше. И это что у нас было? Это было supply в 16-м, 17-м. И вот 17-й год ожидания, не входящие в ОПЕК страны, вырастет предложение на 1,66 по ожиданию. То есть, рынок уже заложился в то, что страны, не входящие в ОПЕК, а входящие в ОПЕК страны, мы знаем, что делали. Они на 1,8 млн баррелей в день сократили суммарно. Точнее, входящие и не входящие. Сам ОПЕК на 1,2 млн баррелей сократил добычу нефти, поставки нефти. А вот не входящие увеличат. Этого ждет рынок. То есть, мы уже видим, что рынок заложился в рост предложения. И это, наверное, для цен не есть хорошо. Ну и давайте посмотрим график. Предложение нефти ежеквартально. Тут прогноз, да, 17-й еще даже до середины не дошел. Вот как вели себя цены. Обратите внимание, как раз совпадают флуктуации на рынке с изменениями предложения. Это НОНОПЕК. Опять же, ожидается, что предложение НОНОПЕК вырастет. 58 будет в третьем квартале, миллионов. И 59,05. Это рекорд. Посмотрите, что ждет рынок. Рынок ждет рекорда за последние два года по предложению стран, не входящих в ОПЕК. То есть, то, что не контролируется. То, что невозможно собраться в ДОХе. В ДОХе сейчас уже навряд ли соберутся. В другой стране, в Вене, да, обычно происходит заседание ОПЕК. То есть, запланированные заседания. Вот еще один у нас фактор, который сильно влияет, наверное, больше всего влияет на... Так, я иногда смотрю сюда, чтобы убедиться, что все нормально. А очень сильно влияет на цены это количество буровых в США. Потому что нефть не может сама по себе появиться. Вот просто стоял резервуар, и вдруг из него потекла нефть. Сначала нужно бурить, сначала нужно вышки, так сказать, поставить на суши. Оншоу идет, по-моему, речь здесь только информация по оншоу или еще и оффшоу. Непонятно, но неважно. И потом эта нефть будет уже добываться. Кстати, цикл, или точнее, даже не цикл, разница между установкой или эксплуатацией вышки и тем, когда из этой вышки пойдет нефть, примерно с высокой корреляцией где-то 15 недель сейчас. То есть, если мы видим, что количество буровых растет, то, скорее всего, через 15 недель будет расти и добыча. Итак, что мы здесь видим? Вот эта вот такая фиолетовая линия, это 16-й год. Вот буровые падали, падали, 600 было. А несколько лет назад вообще было 1400, миллион 400 тысяч. Было 600, нет, 1400, не миллион. Падало, падало, падало. Помните, в мае прошлого года ровно год назад было 316, год и неделю назад. Год назад было 325 вышек. И потом американцы стали наращивать, воспользовались тем, что цены растут, наращивать. И вышки сейчас 723, 735 вышек сейчас в Америке. Вот здесь где-то. Вот здесь. Это потому, что не все недели. Это только 16-й год. Мы сейчас вот здесь. А вот 17-й. Вот, кстати, цифра. Мы правильно посчитали. Примерно вот здесь 735 вышек. В 17-м году без единого разворота каждый день, каждую неделю, точнее, американцы эксплуатировали все больше и больше вышек буровых. Цифра росла. И у меня нет никакого сомнения даже, что эта цифра вдруг или этот график вдруг развернется, если цена не развернется. Потому что одно дело добывать при 50 долларов за баррель, другое дело добывать при 30. Это может быть даже нерентабельно. И вот посмотрите, что происходило с вышками за последние 5 лет. Вот диапазон. Ну, то есть, 16-й год был минимумом. Ниже никогда в Америке не добывалось, не было количества буровых. И, ну, наверное, 12-й, 13-й, не знаю, какой именно, был максимумом. И вот среднее. Среднее вот такое было количество буровых. И вот здесь более четко видно, ну, мы уже это обсуждали, выкликнул продакшен. Добыча. Что она тоже растет вместе с буровыми. Обратите внимание, такой же тренд. Вот что было с добычей в 16-м году. Она падала, потом стала компенсироваться. А вот историческая добыча за последние 5 лет. И теперь мы на добыче максимума за последние 5 лет. То есть, в Америке за последние 5 лет никогда не добывалось больше нефти. Видите? Крайний диапазон, крайний, самый высший диапазон вот этого вот рейнджа, да, диапазона. Так что, вот так, Америка добывает, Америка эксплуатирует и включает в эксплуатацию новые вышки. Процесс не останавливается, я вам показал, что он не останавливается. Это, кстати, публичные данные, они взяты с сайта ОПЕК. ОПЕК, в свою очередь, взял у Бейкер и Хьюдж. Ну, то есть, все это публичные данные. Ирина спрашивает, а какой процент американский рынок буровых они составляют от общего рынка? Вот по самим буровым не скажу, но 9 миллионов баррелей в день добычи США. Если ОПЕК 31, то штаты 9, только штаты. Если Саудовская Аравия где-то 9 с чем-то, 9,7, то вот штаты уже на уровне Саудовской Аравии. Видите? Крудовый продакшн, миллион баррелей в день. Ну, в количестве вышек я не скажу, все-таки это вторично, да, важно все-таки добыча, или точнее первичные данные это буровые, а вторичный важный результат, как сказать, это добыча. Вот видно, 9 с чем-то, 9,30, 300, 9,400, может быть, 9,5 еще не дошло. Это американская добыча. Так, надеюсь, на вопрос ответил. Идем дальше. У нас тут много-много цифр. Давайте теперь сравним с добычей, уже корреляцию посмотрим. Насколько количество буровых в США, вот эта вот голубая линия, и сиренево-фиолетовая добыча сама коррелируют. А вот так они коррелиют, практически коррелируют чуть ли не очень позитивно, очень высокие цифры положительной корреляции. Видите, сначала разворачиваются буровые, лето 16-го, май-июнь, точнее 16-го, и потом уже добыча, немного подумав, начала расти. То есть на рынок эта нефть пришла чуть позже. Сейчас явно корреляция, причем усиление по самой добыче, количество буровых не очень-то и сильно растет, плавно, ровно растут вышки. И тут разные типы бурения горизонтального и так далее, это уже детали. Давайте вернемся вниз, Rotary Count, 5 мая. Вот количество буровых, общее, как они растут, есть с горизонтальным бурением, разные виды, оффшор, оншор. Но в любом случае, посмотрите, за год 111%. Вертикальные на 43% выросли, 131% горизонтальные выросли. В общем-то, средняя цифра была 111% рост количества буровых. Окей, что у нас еще есть? Есть и плохая новость. Ну как плохая, немного с другой стороны подойдем. Посмотрите на количество незавершенных вышек, ой, незавершенных, ну да, вышек, месторождений. Вот они тоже растут. То есть, начали бурить, что-то пошло не так, оставили по разным бассейнам. Ну не знаю, какая тут корреляция. Давайте посмотрим, пик цены, когда у нас был падение, когда началось, когда количество не завершилось, смотрите, где оно было. Я думаю, что эта цифра просто коррелирует с количеством вышек. Я много читал разных исследований, что незавершенные – это, так сказать, мина замедленного действия, ля-ля-ля-ля, но не думаю, что столь важно. Ну вот, по каким-то причинам пробурили, но добывать до конца не стали завершать процесс, и нефть с этих вышек не пошла. Вот растет количество таких вышек. Мы сейчас не будем эту тему развивать. Ну и вот предложение ОПЕК и Мировое. Вот оно практически стабильное в 2017 году. Предложение было по ОПЕКу, вот оно росло. Но вы знаете, что они сделали с ноября. Они приняли решение заморозить квоты и снизили свою добычу. Вот теперь уже несколько месяцев эта добыча стабильная практически, 96 там с чем-то. И вот Мировой, то есть ОПЕК – это левая шкала, 31, да, Мировой все-таки 97, но за счет ОПЕК цифры упали, вот Мировая и ОПЕК упали за счет именно ОПЕК. То есть не было бешеного падения за счет остальных не ОПЕК стран, а ОПЕК стран. Только за счет снижения ОПЕК упало Мировое предложение. Ну и американцы у нас на старте, мы видели графики, так что все впереди. Давайте посмотрим, что происходит с запасами. Потому что если предложение растет и запасы меняются в сторону снижения, например, то значит в балансе предложения и потребления что-то не так. Если запасы, ну давайте посмотрим запасы, потом поговорим, как это расшифровывать. Вот они за 15-й год запасы, это ЕУ-15, 15 страны Европейского Союза плюс Норвегия. 15-й год, вот они росли в это время запасы, где у нас мы сейчас находимся, это май-ию, вот здесь на пике они были здесь. За год в итоге запасы выросли. 16-й год, наоборот, запасы стали падать, видимо предложение уменьшилось, спрос увеличилось. И вот 17-й год, прямо с начала года, до статистики на середину марта, запасы стали расти. То есть нефти больше, 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 как бы ОПЕК ни сокращал, запасы в Европе увеличиваются. Что у нас в США? Позреваю, что в США то же самое. Вот 15-й год, как менялись запасы, вот 16-й и вот 17-й. Видите, запасы выше, чем даже в 16-м году, когда нефть рухнула, до нее набрались запасы. Меньше, чем в 15-м году, вот они где. И даже средняя между 12-м и 16-м тоже намного ниже. То есть сейчас исторически запасы превышают и пятилетнюю норму, даже не норму, пятилетний максимум, и 15-й год, и 16-й год. Их просто много, нефти просто много. Ну вот последний баланс, собственно, вы скажете, ну какая разница, сколько добывают, сколько потребляют. Важно же в результате, сколько дефицит нефти на рынке или профицит. Вот он, профицит. Баланс в 16-м году был 0,71 миллион баррелей. То есть 710 тысяч баррелей в день сейчас, в первом квартале 2017 уже 780 тысяч баррелей. Ну и дальше посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что эта цифра может продолжать расти. Вот поэтому ОПЕК и продлил на 9 месяцев эти свои квоты. Так, мы разобрались с цифрами. Так, Александр Богданов, мне кажется, только у вас пропадает, потому что если бы у всех было, мне бы давно уже написали. Я не знаю даже, что вам предложить. У кого был опыт пропадания звука, напишите, пожалуйста, в чате, что можно сделать. Закрыть там другие окна или еще что-то. Но напишите, пожалуйста, плюсики. Все, что я говорю, вы слышали, да? А, уже нормально, отлично. Значит, у всех нормально. Прекрасно. Борис, у вас давно не было или вы не писали ничего, потому что раньше вы активно участвовали. Вот я с большим перерывом снова приветствую вас здесь, рад видеть. Теперь давайте посмотрим на график. Я открываю мета-трейдер. Мета-трейдер. И мы посмотрим, что происходит уже с ценой. Собственно, почему я немного, так сказать, эмоционален по поводу нефти и всего, что касается. Потому что я долго не понимал и не понимаю до сих пор, почему немалое количество трейдеров все еще ждет роста. Особенно россиян, ну, так сказать, желаемое за реальность. Я понимаю, что страна добывает нефть, и чем выше цена, тем лучше благосостояние жителей страны, бюджета. Ну, всего-всего. Понятно, что нефтяная держава, так же, как и Саудовская, так же и все остальные страны. Но ведь реальность, она немножко другая, да? Если смотреть на цифры, на факты, то не пахнет даже ростом цен на нефть. Нет ни одного драйвера, который бы нам намекнул. Да, ребята, вот в 2017 году, в середине года, все изменится или вот уже меняется. Американцы срочно стали закрывать свои буровые, замораживать или еще что-то. Или ОПЕК плюнул на все противоречия. Забыл про, допустим, ситуацию в Венесуэле. Забыл про дефициты бюджета в большинстве стран. Сейчас еще и появилась противоречия вот Катарда, такая нехорошая для страны ситуация, типа отношения прервали. Забыл про все, хотя это не очень важно в контексте всех остальных других проблем, это не самое страшное. Так вот, не вижу ни одного драйвера, который бы нам намекнул на рост цены. Так, давайте это сюда. Да, вот мои позиции, кстати, по нефти. Немножко они изменились, там были шарты, они были прикрыты. Теперь у нас остался один путь 47,5, то есть все, что ниже 47,5 мне выгодно. И 45-й путь немножко невыгодно, чтобы мы сильно провалились ниже 45. Но так как этот контракт истекает, опцион на, надеюсь, видно, да, опцион на фьючерс июльский, он истекает в июне. Вот если сегодня 8-е число, думаю, что через недельку-другую он истечет. Совсем мало осталось, поэтому вот это вот будет уменьшаться с бешеной скоростью, вот эта вот цифра, этот минус будет уменьшаться. И я надеюсь, мы сильно ниже 45 не уйдем. Ну, а так он захиджировал. И я очень много коллов продал, как видите, что не уйдем выше 55, ну, сентябрь он истекает в августе, выше 52,5, выше 55 уже выглали. В 20-м часов. Массу коллов продал, точнее, захиджировал одним 50-м коллом, то есть я не жду роста, и вот мои сделки это подтверждают. Пускай не линейно, не через фьючерс, но все же не жду роста и, в общем-то, другие сделки, ну, видите, уже счет постоянно растет, 133, кто следит за вебинарами, видит, что цифра, да, в мае еще, есть видео в Ютубе от 2-го мая вебинар, где я показываю счет, видно, что там 119, сейчас уже 133. Поэтому я уже аккуратненько торгую, потому что, ну, не хочется портить результаты, да и зачем 12% за месяц, это очень много. Вот поверьте, не знаю, тут большинство на Форексе, да, в основном торгуют на линейных инструментах с плечом большим, может быть, скажут, что 12% это мало, но для меня 12% это такой рекорд, я не знаю, года полтора-два я не видел, чтобы в месяц я взял 12%. Это очень много. Тем более, это клиентский счет, и на нем сильно шалить я бы не хотел. Итак, наш мета-трейдер, что мы видим? Давайте откроем дейли-график, по-моему, нет, мы на уикле стоим, откроем дейли-график. Ой, тут много всяких этих самых, ну, думаю, что по дейли ничего интересного нет, кроме как мы коснулись мощной линии, линии поддержки, 45, хоть и пробивали, а, стоп, я переключу, надеюсь, вы видите, а, так и было, видно, да, было, я зря переживал. Вот, мы коснулись линии, но мне больше интересен дейли, более младший таймфрейм, дейли. Так, вот он у нас, четырехчасовой график, очень неплохо высвечивается голова и плечи. Я помню, в YouTube кто-то оставил комментарий после того, как мы поставили аналитику, сняли видео, ну, я поставил, Admiral Markets, на сайте Admiral Markets, на их канале, писали, что, как бы, немножко не классическая голова и плечи, что должен быть тренд, но на фотографии там не попал тренд, а вот он тренд, вот он растущий тренд, плечо, тренд сильный, канал, ну, как сказать, не канал, даже может быть и канал, растущая трендовая линия. Мы рисуем плечо, сильно уходим вверх, рынок понимает, что это чересчур, падаем, пока еще не голова и плечи, рисуем еще одну попытку уйти, но так как это не что иное, как касание снизу вот этой вот линии, даже не дошли до нее, типичная голова и плечи, упали на уровень шеи, поколебались, рынок пока не уверен, можно ли пробить, попытались пробить, не смогли, отскочили и с грохотом провалились. Но так как не реализовав фигуру на всю величину головы, и, наверное, не ради этого тренд разворачивался, были попытки снова зайти. У нас был то ли вебинар, да, вебинар был во вторник, говорили о том, что нужно посмотреть, что будет делать рынок с этим уровнем шеи, это очень сильный уровень, на данный момент, давно я не видел такой классической головы и плеч, и только потом что-либо делать. Ну и вот мы не смогли во второй раз выйти за головы и плечи, ложные не в счет, поэтому не ставьте стопы так близко, хотя насколько это близко, не знаю, не смогли пробить. И на запасах с грохотом провалились вниз, и вот продолжаем находиться где-то внизу, дошли до предыдущего уровня поддержки. Вот вам полностью реализовалась голова, сейчас посмотрим, где взять эту фигуру, ну точнее эту штуку, которая рисует, измеряет, ну или придется открыть, сейчас я открою, придется открыть меню, Toolbars, я не люблю это дело, потому что закрывает часть экрана, сейчас View, Toolbars, наверное, Chart, что ли? Нет, не та линейка, Line Studies, окей, да, Line Studies, вот эту штуку я хотел взять, перекрестие, здесь было у нас 3.60 в долларах, и мы упали на 2.80, да, немного не дотянули, но это даже не важно, может быть уже реализовались полностью, то есть я бы выходил, если вы говорите конкретно о голове и о плечах, я бы выходил, фиксировал бы прибыль, собственно, я так и сделал, у меня 45-й Put продан, это и есть, что я не жду сильного падения, но это временно в моменте. Дальше я снова буду искать моменты для входа в медвежий рынок, снова буду ждать, пока рынок корректируется, вернется на какие-то уровни, от которых продавать уже комфортно, что значит комфортно? Вот, например, линия шеи, очень даже комфортный уровень. Другое дело, что если мы все-таки так быстро вернемся к линии шеи, значит на рынке случилось что-то такое непредвиденное, экстраординарное, так что это не то же самое будет, что и касание в прошлый раз, не то же самое, что и в позапрошлый раз, поэтому эту линию шеи, ее актуальность, она имеет срок свой, имеет время, другое дело, медленно подойти к ней, вот тогда бы я бы сказал, да, но если мы сейчас резко уйдем сюда, значит рынок очень сильно, получил очень сильные бычие сигналы, факторы. Ну и давайте резюмируем немножко фундаментал, по технике это все видно, вот я все время говорю, что четырехчасовые графики для меня слишком младшие, работаю на дейле, но на дейле эта фигура не реализовалась, и реализовалась не так красиво, не так чисто, как на четырехчасовом, а еще лучше даже на часовом посмотреть, посмотреть, как красивая эта фигура, прям пункт в пункт, с небольшими промахами, промахами, так что никто не сможет сказать, что это не работает, никто не может сказать, что одна из моих любимых фигур головой и плечи, она не реализовалась. Все очень даже аккуратно с работой. Если вы, уважаемый трейдер, пропустили это, то я не знаю даже, когда вам заходить надо, если вы пропустили явную, прям выраженную, классическую, какую-то самую лучшую яркую фигуру, которая причем реализовалась идеально, ну не считая вот этих вот небольших пробоев, идеально просто она реализовалась. Если и это не использовать, то я не знаю, что уже вы используете, а мы предупреждали, мы говорили, мы рассказывали, мы показывали, все хранится сейчас на сайте Admiral Markets, есть в разделе аналитика и пост, который появился после головы и плечей, и куча видео, и вообще все, наверное, знают, что по нефти я медведь давным-давно-давно. Но это не значит, что нефть упала, и мы радуемся, что угадали направление, мы-то давно ждем. Я всего лишь хочу сказать, что процессы, они более глубокие, более глобальные, то, что происходит на рынке нефти, это все на долгие месяцы и годы. И то, что сделала ОПЕК, это всего лишь такой догоняющий шаг. На мой взгляд, ОПЕК в 2014-2015 году более правильную политику вела, когда хотела выжить с рынка всех сланцевиков. Другое дело, что сланцевики неожиданно сократили себестоимость. У них 85 была себестоимость, теперь у них себестоимость 35, а то и меньше. Поэтому не получилось свалить цены до 50 и ниже, выкинуть всех сланцевиков и снова радоваться. Не получилось, потому что сланцевики тоже подстроились под этот рынок, снизили свою себестоимость до уровней 32-35 сейчас, по некоторым бассейнам, по некоторым месторождениям. Давайте подумаем, что может еще сделать ОПЕК. Да ничего, на мой взгляд, ничего. Сильно сокращать сделки не получится, потому что такого консенсуса нет, такого единогласного мнения нет, желания нет. Тем более у Венешуэлы, Ирана и еще ряда стран. Может быть, Россия на это пойдет, и то неохотно. Может быть, Саудиты пойдут неохотно. Сейчас еще и конфронтация появилась среди арабских стран из-за последних событий. Это раз. Продлевать? Ну, сколько можно продлевать? Окей, вы продлеваете, американцы уже давным-давно компенсировали то, что вы продлили, или компенсируют в ближайшее время. Допустим, даже ОПЕК добьется консенсуса, снизит еще на миллион баррелей. Но мы же не уверены, что американцы не покроют и этот уровень. Мы не уверены, мы не знаем, как сильно добыча может вырасти в США. Так что факторы пока чисто медвежьи. Благо, лето у нас, период повышенного спроса. Посмотрим, как будут себя вести запасы. Последние запасы, кто следил буквально вчера, уже не помню, так много событий происходит на рынке, сильно выросли. После двух или трех недель снижения на 5 миллионов баррелей, на 6 миллионов баррелей, запасы показали рост на 3 миллиона 400 тысяч баррелей. Это, в общем-то, уже говорит о том, что после всех решений ОПЕК в Америке все равно растут запасы. И это чисто медвежий фактор. Собственно, на этом рынок и упал неожиданно. Или, так скажем, не то чтобы неожиданно, такой хороший был фактор, хорошая была причина, повод, чтобы идти в ту сторону, в которую мы уже идем. Рынок же не первый день показывает нам медвежьи тенденции, медвежий тренд. Ну и как резюме. Ищите точки для входа скорее в сейл. Ловить ножи, наверное, не стоит. Давайте посмотрим наш глобальный график, и вы увидите, что падать еще есть куда. Ну, про эти линии не забудьте. Тут масса самого часовых графиков остались. Слова, такая каша. Но, грубо говоря, до 42 можем упасть легко, медленно вот так. Ну и ниже. Ничто нам не мешает. Минимумы 2016 года они лежат где-то в районе 27-80-28 долларов. То есть, в общем-то, есть еще куда падать. Ну и все, что сделала ОПЕК, вначале позволила нефти уйти до 54, не сумели пробить 55, а сейчас этого даже не хватило, чтобы ввести цены выше 52. Вот был максимум. Не смогли уйти. То есть, каждый раз решение ОПЕК на меньшую величину влияет на какой-то временный-временный рост. Потом приходят медведи, валят, понимают, что все это вчерашний день, и ничего интересного уже ОПЕК сделать не сможет. Инструментов нет так много. Даже у монетарных властей больше инструментов влияния на экономику, чем у ОПЕК инструментов влияния на цену нет. Квоты и все. Это как ставка. Квоты и все. Больше делать нечего. Это если они еще и перешагнут через внутренние конфронтации и противоречия, в которых все больше и больше. Ходят слухи, что последние противоречия между Ираном, Саудитами и всем ОПЕКом удалось решить за счет звонка или рекомендаций Путина. Все-таки Иран более дружественная страна для России. И вот они смогли, россияне смогли, лично Путин смогли уговорить Иран все-таки пойти, не сопротивляться, не выламывать, выпрашивать у ОПЕК какие-то особые привилегии. И все коллективно снижаем квоту. Причем снижаем не на 1,2 млн, а суммарно с странами, не входящими на 1,8 млн. Окей. Да, еще я скажу, что это не самая большая величина, на которую ОПЕК снижал когда-либо или повышал. 1,8 млн. на фоне того, что происходило в середине 2000-х, это вообще капля в море. В конце 2000-х это не так много. Ну, не капля в море, но не так много. Бывало и больше. Окей. Что я могу сказать? Если есть вопросы, пишите. Вебинары теперь мы будем делать относительно короткие, не будем там по полтора часа, по часу сидеть. У вас тоже времени не так много. Я буду за счет скорости, за счет сжатия материала пытаться вам передать самый сок. Быстро, эффективно, грамотно. Графики, цены, цифры, меньше слов, больше картинок. Ну, или больше слов, но очень быстро, в бешенном темпе. Поэтому, если у вас есть вопросы, уже сейчас их пишите. Надеюсь, вам понравился этот вебинар. Собственно, ничего нового я не сказал. Это моя позиция на рынке уже много-много месяцев, если не лет. Это позиция, так скажем, даже не то чтобы моя. Если вы помните, я рассказывал про отчет от Citibank, от Citigroup, который я прочитал в 2014 году, в конце 2014 года. И жалел, что я не дочитал его до конца именно тогда. Потому что отчет был на 116 страницах. Вот такой же, как я вам в графике показывал, такой же, как отчет ОПЕК. Где черным поделом было написано, что американцы чуть ли не превратятся в нефтяную державу уже в 2018 году такими темпами роста. Вся была показана динамика роста буровых. Все это было показано. И только потом рынок рухнул бешеными темпами. И даже ОПЕК не смог помочь этому процессу. Я вернулся к этому отчету, посмотрел и понял, что да, вот что я вовремя читал. Больше бы пользы было с практической точки зрения. Надеюсь, мы ответили на вопрос нефти после ОПЕК и кто обвалил цены. Я вам желаю хорошего вечера, трейдов хороших. Не надо спешить сразу выходить на рынок, не быть быком, не быть медведем сразу. Потому что цена так сильно упала. Может и дальше упадет, я не знаю. Но все-таки лучше искать точки входа, с интересом наблюдать за тем, что происходит. Для тех, кто опоздал, все-таки можно сказать, что 52-45 это 7 долларов достаточно сильное было снижение. Но и ловить ножи тоже ни в коем случае не надо. Это не самое благодарное дело. Всем спасибо. Надеюсь, 54 человека еще в чате. Жду от вас предложений. Пишите в скайп. И у нас есть группа в скайпе. Ну, у меня лично есть группа в скайпе для самых активных трейдеров. Я могу их туда добавить, но там количество мест ограничено. Точнее, там те, кто проходил у меня тренинги, вопросы, ответы, рынок, какие-то сделки. Ну, не знаю, стоит увеличить эту группу очень сильно. Там пока человек 7-8. Если кто захочет, добавляйтесь ко мне в скайп из тех, кто интересуется очень сильно. Не просто для повышения, так сказать, квалификации зашел на вебинар, а хочет серьезно этим заниматься, торговать или задавать вопросы. Или учиться, но уже на более такой долгосрочной, перманентной основе. Но пока есть места. В основном там, правда, жители Эстонии русскоязычные. Но какая разница, откуда люди, лишь бы человек был хороший. Итак, я готов несколько человек еще в скайпе в эту группу добавить. И мы еще не начали даже обсуждать. Мы начнем вопросы о рынок акций, фьючерсе, CFD, Форекс, все там будет. Всем спасибо, удачи на рынках. Встретимся во вторник. В следующий вторник у нас текущий обзор рынка. И через две недели, через неделю, так правильно, будет еще один вебинар. Я, правда, не знаю, чем он посвящен. Следите за новостями на сайте. Вот я вам покажу сайт Admiral Markets, где все это будет опубликовано. Мы заходим просто в раздел вебинар, точнее, обучение, вебинары. И вот даю вам ссылку. AdmiralMarkets.com.ru Ну, чтобы на русском было без разделения на регионы, для всех. Вот здесь следите за вебинарами. Ну и, нет, давайте не уходите, не расходитесь, пока я вам скину еще и аналитику, раздел, где я пишу аналитику. Ну, может быть, вы знаете, хоть не часто там появляется аналитика, не как раньше, там 3-4 раза в неделю. Но, тем не менее, по понедельникам у нас точно есть видеоматериал минут на 10, обзор недели. Ну и раз в неделю мы пишем о том, что происходит вообще на разных интересных инструментах. Как минимум раз в неделю. Жду вас во вторник. Всем удачи на рынках. До свидания. Спасибо. Спасибо.